Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации принял новый иск «Газпрома» о взыскании с Молдова газ долга в размере около 330 миллионов долларов за природный газ, поставленный в 2016 году. Согласно ежеквартальному отчёту «Газпрома», российский концерн обратился в арбитражный суд с этой просьбой в феврале текущего года, и 27 июня суд завершил слушание по спору. 5 августа было принято решение об удовлетворении требований российского концерна. Отметим, что ежегодно, начиная с 2008 года, «Газпром» инициирует судебные процессы против «Молдова газ» за неуплату поставленного газа и выигрывает дела. Таким образом, право «Газпрома» взыскать долги с «Молдова газ» легализовано. И это несмотря на то, что эти долги являются результатом неуплаты газа Приднестровским регионам, которые с 2006 года не платят никаких денег за голубое топливо, поставленное «Газпромом». В последние годы долг Левобережья Днестрани уклонно растёт и уже превысил 6 миллиардов долларов. Ранее администрация «Молдова газ» утверждала, что долги, заявленные «Газпромом», накапливаются террасфоль-трансгазом и что у неё нет возможности влиять на терраспольскую компанию. Тем временем продолжаются переговоры вокруг поставок голубого топлива из России в Украину. Действующие контракты на транзиты поставку истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трёхсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно. На днях «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за нарушение экономической конкуренции, а также после отзыва ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Европейской комиссии расследования против российской компании. Глава украинского Минэнерго назвал предложение «Газпрома» неприемлемым. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия может снизить стоимость газа для Украины на четверть. По его словам, Москва готова даже перебить своей ценой ту, которую Украина платит за газ, полученный с Запада. Однако при этом российский лидер обозначил ряд условий, без выполнения которых такой скидки не будет. Это, в частности, отказ Киева от реверсных поставок из Европы и возобновление поставок напрямую из России. В то же время в «Нафтогазе» заявили, что компании невыгодно отказываться от исков к «Газпрому» ради скидки на газ. «Если посчитать, то эта скидка, о которой говорил Путин, окупится за 28 лет, если сравнивать только с тремя миллиардами долларов, которые «Газпром» нам уже должен, не говоря уже о новых исках», – сказал глава украинской компании Юрий Витренко. По его словам, Киеву нет смысла ждать 28 лет, чтобы получить то, что «Нафтогаз» может взыскать с «Газпрома». Украинская компания суммарно оценивает свои претензии к российскому газовому холдингу в 22 миллиарда долларов. Отметим, что в Молдову российский газ поступает через Украину. Ранее глава государства отмечал, что если с 1 января 2020 года поставки по территории соседней страны прекратятся, республика рассмотрит другие варианты транспортировки. Субтитры создавал DimaTorzok